Пиратки Пиратки Скажи, что мне мерещится Нет, плывет прямо на нас Поверить не могу С каждым разом все легче и легче Слушай, кончай уже жаловаться Жаловаться? Да это уже становится скучно Здравствуйте Как приятно, что вы плывете с нами Мы рады, что вы присоединились к нам Локо, готовь ребят Капитан, готовьтесь Лопес, готовь пушку Энджи, ты готова? Да Локо, готов? Си Стреляй по готовности Вперед Вперед Ну ладно, успокойтесь И никто не пострадает Что происходит? Корабль захватили, придурок Эти девчонки, они пираты Пираты? Как Эрол Флинн? А где же их сабли? Это сгодится, милый? Фильм Сирио Сантьяго Снимались Джин Белл Розана Кейтон Розана Кейтон Трина Паркс И Джейн Кеннеди в роли Сирены Розана Кейтон Оператор Рикардо Римаес Монтаж Сравио Сантос Композитор Эд Вилануэва Сюжет Леонард Кермес Сценарий Сирил Джеймс Режиссер и продюссер Сирио Сантиэго Девушки отдыхают Добрый вечер У нас лодка в гавани Это очень хорошо Лодки Это очень хорошо Я так понимаю, нам у вас рассказывали Вы отвечаете за погрузку грузов А что у вас? Нечто более ценное, чем рыба Я всегда организую только разгрузку рыбы А может мы с кем-то еще можем поговорить? С капитаном Инфанте Нет, 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 с кем-нибудь, кроме капитана С кем-нибудь не таким, не таким важным? Да Капитан Инфанте Капитан полиции зарабатывает очень-очень мало денег А у меня большая семья Нужно как-то сводить концы с концами Что вы говорите, вы хотите продать все, кроме корабля? Это очень интересное предложение Нужно разгрузиться как можно скорее Завтра Сегодня никакой работы Сегодня Фиеста У вас И завтра Фиеста У вас Фиеста бывает в честь всего В честь дождя, в честь прекращения дождя Фиеста, когда женщина рождает Рожает Фиеста, когда кто-то умирает Каждый день Фиеста А почему бы и нет? Наша жизнь Это одна большая фиеста Да бросьте вы Мы очень спешим Завтра, завтра Но сегодня Вы мои гости Радуйтесь, ешьте, пейте, танцуете И делайте все, что радует вас А я должен кое с кем встретиться У вас же вроде сегодня никакой работы Но Эль Турко, один из моих лучших клиентов Нам с ним предстоит работа Так, так Эль Турко хочет зайти на нашу территорию Черт возьми Турко начинает мне уже действовать на нервы Мне тоже Ты жаловалась на скуку? Что скажешь? Зададим ему жару Матрио! Рунда! Рунда! Быстрее, быстрее, на корабль. Быстрее. Ну, Турко, ну что будет? Опустите оружие, ребята. Малышка, не забывай. Я тебе это припомню. Когда-нибудь я сведу с тобой счеты. Локо! Малышка! КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Турка, ну что, свёл с нами счёты? Локо, скажи Пьетру, чтоб заправлялся, уплываем рано утром. Хорошо. И ещё почисти моё ружьё, его заело сегодня. Обязательно. Ну, поцелуй меня. Смотри, что у меня для тебя есть. Это для меня, правда? Конечно. Для кого же ещё? Спасибо. Я люблю тебя, я люблю тебя. Мама, мама! Ну, понеслась. Ты бесполезный, бесполезный, и говоришь, что ты храбрый мужчина? И валяешься тут? Что ты вообще здесь делаешь? Шая, висишь у меня на шее. Ну-ка давай, вставай. Если ты хоть наполовину так мужествен, как говоришь, ты поговоришь с ней и сам. Давай. Добро пожаловать домой, Келли. Добро пожаловать домой. Какое счастье. Мы ведь только что говорили о тебе. Я как раз рассказывал о наших рейдах. Помнишь? Маракайду. Рейды на Фуэнсегас, юго-восточные острова. Вот это были дни. Во всех семи морях не было моряка, который не дрожал бы от страха при упоминании о Келли. Хотел бы я увидеть, какое лицо было у турка. Нинья, пойдем, Нинья, поможешь мне. Пойдем, пойдем, Энджи. Я слышал этот ужасный турок, всего лишь ободранный пес. Ты знаешь, как мы с тобой… кто мы такие с тобой, Келли? Морские волки, понимаешь, капитан? Морские волки. Энджи. Возьми. Сандра исчезла. Что случилось? Ты знаешь свою сестру. Ее не остановить, если она что-то задумала. Неделю назад я просыпаюсь, а ее нет. Господи боже. Что мне делать? К дереву ее привязывать? Просто следить надо, а не спать. А ты все время спишь. Прости, Келли. А куда она делась? Есть предположение, где она? Когда малышка Сандра уходит из лагеря, она никому не докладывается. Ты не огрызайся, Санчо. Ну вот доберусь я до нее только. Танто думает, что она ушла. У нее там друзья. Я уже везде искал. Нет, сэр, если уж ушла, может не возвращаться. Синьори, Токелли. Нет, на этот раз я серьезно. Устала я нянчиться с этой поганкой. Отныне каждый за себя. Кончай пургу мести, Келли. Пошли. Мы будем у Санто-Де Минго завтра на рассвете. Ее здесь нет. Я сразу поняла. Только посмотрела на лицо Санчо. Подожди, я сейчас вернусь. Я не знаю, где ее искать. Хоть убей ее вообще. Да ладно, перестань. Сейчас она поговорит, может что-то узнает. Извините, вы не видели девушку с такими пышными волосами? Рост примерно метр семьдесят от моего сложения. Да, да. В Сальса Куарес. Спасибо. Санчо, отвези нас в Сальса Куарес. Зачем? Это дикие земли. Мне сказали, что там видели черную девушку, которая поет в баре Мерфи. Это может быть Сэнди. Да, Мадре де Йос, Келли. Это дикие земли. Пожалуйста, Келли. Пожалуйста. Да брось ты, Санчоус. Все не так плохо. Там к вам пришли. Да? Где? Да. Вы пришли ко мне? Да. Я ищу кое-кого. Правда? Может, я вам смогу помочь? Может, я вам смогу помочь? Может быть, зайдем в мой кабинет? Обсудим? Конечно. Пожалуйста, не трогай меня. Я не трогаю. Я говорю, ты мне нравишься. На вашем языке я бы сказал, мне тоскливо. Пойдем со мной. Кофе, пожалуйста, черный. Очень горячий. Я много денег. Я буду делать. Я буду делать. Я буду делать. Да? О, кофе. Уи! О! Ихо-на-на-на-на-на-на! Давай еще. Шла бы ты отсюда. Если ты не уйдешь, это будет продолжаться снова и снова. Да перестань, мне это не мешает. Ты, главное, наливай мне. Ты первая американка, которая продержалась здесь достаточно долго, чтобы я налил ей вторую порцию. Ах, красавица. А ты, я смотрю, дерзкая. Ты знаешь, ты мне нравишься, но все равно расскажи мне о моей сестре. А, о твоей сестре, я ее помню. Сандра вроде ее звали, да? Пару дней здесь поработала, а потом просто исчезла. Да подожди. Да подожди. Может быть, останешься здесь у меня? Нет, спасибо. Да ладно, я тебя хочу. Мне это льстит. Эй-эй-эй. Я могу осчастливить тебя. Хочешь меня осчастливить? Тогда открой дверь. Да нет, подожди, я серьезно? Может быть, сначала ты доставишь мне удовольствие, а? Что скажешь? Ну, давай. Какая ты сильная. А я люблю, когда мужчины не получают то, чего хотят. Да черт возьми, отпусти. Больно. Отстань от меня, ты ж жлоб несчастный. Нет, есть такие люди, которые не понимают, когда им говорят «да». Ну все, малышка. Все, наконец-то ты все поняла. Вот так-то я и люблю. Ты больной. Хватайте ее. Эта сука пыталась меня ограбить. Ну конечно. это не хитuard! Ай, что ж. 한? Ах! 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 Эх! 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 КОНЕЦ ГДЕ КИЛИ! ГДЕ КИЛИ! ГДЕ КИЛИ! ГДЕ КИЛИ! Ну? И куда дальше? Не знаю. Может, соседний город. Ты же знаешь, Сэнди. Она, небось, обошла все бары в округе. Нет, она же всегда так говорила. Я просто пытаюсь найти себя. Доброе утро. Я могу составить вам компанию? Нет, мы как раз уходим. Это займет несколько минут. Клементо Наварро. Я из Министерства юстиции. Кто из вас, Келли Хэррингтон? Никто. Если вы пришли по делам. Нет, я пришел не по делам. Даже не по личным делам. Никто на моей работе не знает, что я здесь. Я так понимаю, вы ищете сестру. Да, именно так. Но я думаю, вы уже поняли, что ваша сестра не на побережье. Вы знаете, где она? Где она? Она жива? Она жива. Но у нее беда. У нее неприятность. Ее похитили. О, нет. Вы хотите увидеть свою сестру? Я могу вам помочь. Но я хочу, чтобы и вы кое-что для меня сделали. Понимаете? У нас тут есть банда похитителей. Они похищают одиноких женщин в отдаленных районах города. Они работают на садиста по имени Монтеро. И Сандро у него? Он увез ее на рифы. Это место, затерянное среди лесов и болот. Стратегически защищенное, неприступное место. Они называют его Сальси Пуэте, что по-испански означает «беги, если можешь». Очень мило. Любая проверка обнаружит там обычную кофейную плантацию. Но я знаю, что это не так. Но у меня нет доказательств. Несколько месяцев назад я послал туда одного своего человека. Легенда была, что она проститутка. Все было удачно. Она снабжала нас информацией о действиях Монтеро. Но вот уже несколько недель от Джойс не было никаких новостей. И мне нужно, чтобы кто-то отправился туда. и стал бы моим, за неимением лучшего слова, шпионом. Вы уверены, что Сэнди там? Да. Это мы знаем наверняка. Также нам известно, чем вы занимаетесь. Мы закроем на это глаза. Но только если вы будете сотрудничать с нами. Иначе, нам придется вас арестовать. И так вы не сможете спасти сестру. А как нам попасть на эту плантацию Монтеро? А это как раз как очень легко. Вот выбраться оттуда, это уже другая история. Вы, главное, скажите, как туда попасть? Выбраться, то уж мы выберемся. Все верно, Санчо? А теперь представь, что это навсегда. Санчо! 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 Вперед! 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 Вы должны работать. Правила очень просты. Подчиняйтесь им без вопросов, и с вами будут хорошо обращаться, иначе у вас будут большие неприятности. Добро пожаловать на Сальси Пуэтос. Эти жуки меня с ума сводят. Привет. Мы будем с соседками по комнате еще долго, поэтому я думаю, что нам лучше познакомиться. Я Марси. Энджела. Я здесь уже 8 месяцев. Мне здесь доверяют. Наверное, это моя основная проблема, понимаете? Я ведь тогда доверилась этому мужику. Он сказал, что у меня будет прекрасная, комфортная жизнь, и он меня подставил. Подставил, так что я оказалась прямо здесь. Ну? Ну ладно, с меня хватит слушать обо мне. А что такие красавицы, как вы, делают в этом прекрасном месте? Мы пираты. Да, я белоснежка, перестаньте. Ну ладно. Я и еще несколько девушек увидели рекламу в Беркли Боб. Один богач, он приглашал девушек отправиться с ним в путешествие по миру. Никакой опыт не нужен. Верно? Да, похоже на то. Приходи, какая ты есть. Ну, яхта оказалась битой шхуной, капитан разорился, и он смылся. И вот мы и остались. Энджи мы подобрали в Парагвай. Я продавала гашиш туристам в кофейне отеля, и встретила там Келли и ее сестру. Они позвали меня с собой, я сказал, почему нет? Пора мне взять судьбу в свои руки. И с тех пор у нас сплошные приключения. Это всего лишь очередная остановка в нашем кругосветном путешествии. Я никогда не любила кофе по утрам. А вот это вот везучее. Это Берроуз. Он, как бы вы его назвали, работорговец, торгует живым товаром. Если вы ему понравитесь, он заплатит монтьеру, и тогда вас ждет горячая ванна, хорошая еда и мягкие постели. Отныне и вовек. Сэнди! Байан, кем-бал! Ты ее знаешь? Не Хилтон, конечно, но хоть душ после работы дают принять. Да это не так плохо, когда привыкаешь. Я никогда не привыкну к клетке. Да, ну я тебя понимаю, но мне вот пришлось привыкнуть. Если научишься приспосабливаться к ситуации, выживешь. Дорогуша, мы здесь не останемся. А ты что, не знала? Отсюда невозможно сбежать. О, нет, возможно, я найду способ. Да я просто хотела разговор поддержать. Ты чего такая расстроенная? Ее сестра. Ну я-то ведь ей не сестра. Ее сестра пропала где-то месяц назад, да? Никто не знает, где она. Плохи дела. Может, ты нам поможешь? Как? Говорят, что, возможно, ее привезли сюда. Поэтому мы и приехали сюда. Сколько ей лет? 16. У нее такие кудрявые черные волосы и такие всякие дурацкие бусы, там, висюльки. Да, да, да. Это Сандра. Сандра Херингтон? Келли! Да? Она здесь. Сэнди здесь. Но, в общем, нет. А что с ней случилось? То есть, понимаете, она сбежала два дня назад с одной девушкой по имени Джойс. Марси, какие у нее шансы выжить? Очень-очень маленькие. Но она ведь сбежала. Они поймают ее. Они всегда всех ловят, кто убегает. Черт. Они нашли ее. Господи, помоги. О чем ты говоришь? Ее поймали. Ее сильно избили. Пошли. Вон отсюда. Пошли. Стой на месте. Назад. Быстро. Это Сирена. Она попала сюда так же, как мы. Но она сейчас получила работу в доме и не работает на полях. Мне кажется, она не просто дом прибирает. Ну, ты знаешь, говори, что хочешь. Тут бывает разная работа, милая. Но она иногда помогает мне достать кое-что. Иду книги, даже лак для ногтей. На этой плантации с роскошью худо. С роскошью худо. Но нельзя ненавидеть ее за то, что ей легко живется. Пусть до вас всех дойдет. Что никто не сможет сбежать отсюда. Никто. джунгли не успеют вас убить. Мы найдем вас и вернем. И вы пожалеете, что решили сбежать. Когда крокодилы начнут рвать вас на части. Эта дура думала, что может сбежать. Но, как видите, она ошибалась. Но мы проследим за тем, чтобы она не повторила этой ошибки. И когда мы найдем вторую девушку, ее ждет тоже наказание. И мы ее обязательно поймаем. Это лишь вопрос времени. Девушки отдыхают. Пусть эта сволочь радуется, что это была не Сэнди. Но, Келли, ты понимаешь, что Наварро рассчитывал на Джойс? Этот Монтеро знает, как испортить жизнь людям. Вы еще и половины не видели. Вот погодите, увидите, что будет с охранником, который дал этой девушке пистолет. Вы все знаете Рамона. Он отвечает за то, что сбежала эта девушка. Сэндиор Монтеро недоволен. И из-за этого человека свет будут гасить в 9 часов. И в течение двух месяцев вас будут кормить только раз в день. На поле вы должны выходить в 4 часа утра. Никакого обеденного перерыва. Если вы покажете Сэндиору Монтеро, как вы презираете этого человека, он пересмотрит свое решение и вернет вам ваши привилегии. Решать вам. Они ж убьют его. Это было бы еще добрым поступком. Нужно помочь ему. Они убьют тебя. Тебя когда-нибудь насиловали? И не раз. Они так тебе врежут, что голова как чугунная будет. Я думаю, за все, что мы тут делаем, могли бы нам хоть кофе налить. Мы сейчас на минимальном пайке, как бы ты это назвала. А меня, как бы ты это назвала, тошнит уже от этой жиротвы. Напишешь петицию, чтобы дали нового повара. А ты думаешь, что тут дрень вообще кто-то готовит? А вот и десерт. Я подумала, тебе не помешают сигареты. О, Сирена, ты просто чудо. Да, а также я, безголовая дура. Ты знаешь, что мне башко оторвут за это? Если узнают. А это наши новенькие. Энджи и Келли. Привет. Добро пожаловать в тюрьму. Эй, Келли. Ты только глянь. Домашний ниггер. Я пережила многое. Я не только кофейные бобы собирала, милая. Я пережила далеко не только это, да? Но я думаю, что меня бы стошнило, если бы я начала делать то, что ты делала. Да, я тоже так думаю. Приятного аппетита. Знаете, я за жизнь много задниц перецеловала. Но такое дерьмо, как она жрет, я жрать не собираюсь. Нет, это место уже начинает действовать мне на нервы. Ну так давай свалим отсюда. Я бы не стала. Сэнди где-то там. Ей нужна помощь. Уходим сегодня. Как? Ты же знаешь, что будет, если вы попытаетесь сбежать. Да, я видел, что бывает с людьми, которые не пытаются сбежать. Что у нас тут, по-твоему? Приходская школа? Но, сеньор Монтеро, оправдания, мне не нужны оправдания. Мне нужны действия и результаты, хорошие результаты. Но мы удвоили стражу, а это ничего не дает. Верность, дисциплина, страх. Вот что нам нужно. Си, сеньор. Вы целую неделю гонялись за одной девкой. Это непростительно. Си, сеньор. Чтоб сегодня же днем привели мне вторую. Мы поймаем ее, сеньор. Если цените свою жизнь. Пошли. Ты где была? Каталась. Санчо. Какого черта ты здесь делаешь? Турко напал на наш лагерь. Многих убил. Он ищет вас. Где Сандра? Ее здесь нет. Увези нас, Санчо. Уже все готово. Нас ждут у Пико Лорел. Это на побережье. Поехали. 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 Нет, сволочи, сволочи мать вашу. Я убью вас всех, всех до последнего. Этот человек должен умереть. Об этом говорят все девушки. Говорят о том, чтобы убить Монтьеро, о том, чтобы сбежать. Есть, наверное, 10 тысяч способов убить человека и еще 5 тысяч способов сбежать отсюда. Только этими разговорами мы и живы. Но очень скоро вы захотите только остаться в живых, встанете на колени и будете ползать, и будете делать все, что они захотят. Нет, я ни перед кем ползать не собираюсь. Я не одна из рабынь Монтеро. Я с 5 лет за жизнь борюсь, и сейчас я сдохнуть не собираюсь. Энджи, отсюда невозможно сбежать. Просто невозможно. Я найду способ. Эй, время вышло. Передай своим подругам, чтобы они были осторожны. Монтеро следит за ними. Ты знаешь, как он работает. Половина девушек на этой плантации и мать родную продадут за сигарету. Я не думаю, что их это остановит. А ты пойдешь с ними? Возможно. Тебя убьют. Это официальное заявление? Марси, ты знаешь меня очень хорошо. Если бы я думала, что есть какая-то возможность сбежать, я бы пошла с вами, но такой возможности нет. Я Монтеро знаю лучше всех на свете. Никто никогда не сбегал отсюда. Для него это важнее, чем жизнь любого человека. Ты это жизнью называешь? Я пытаюсь облегчить тебе жизнь как могу, Сирена. Недостаточно как-то ты облегчила мне жизнь. Ну ладно. Тогда так. Я попрошу их освободить, чтобы они снова могли работать в полях. Ну спасибо тебе большое, Марси. Ну по крайней мере их будут кормить нормально. И у них появится возможность все обдумать, но с играми покончено. По крайней мере, пока мы не разработаем нормальный план. Договорились? Я договорюсь только с тем, кто поможет мне пристрелить Монтеро. Эта Сирена просто пытается помочь нам. Да какая разница, сковородка или огонь? Поверь мне на слово. Держись от нее подальше. Энджи, мне надоело, что ты вечно стервозишь. И знаешь... Да, здесь есть домашние ниггеры. Так что кончай, малой чушь, и давай придумаем, как Сирена может помочь нам сбежать отсюда. В жопу Сирену. Если бы только мы могли передать послание нашим людям, они бы тут все разнесли. Мои клиенты очень довольны последней партией. Это все благодаря Сирене. Было бы жаль, если бы вы все потеряли. Я не собираюсь все это терять. Но я думаю, что губернатор считает иначе. Знаете, в столице поговаривают, что министерство юстиции хочет закрыть плантацию. Бероуз. Для этого нужно нечто большее, чем просто разговоры. Нечто куда большее. Ничего не выйдет. Да мне плевать, сколько у них людей. У Монтеро здесь столько охранников, что-то просто самоубийство попытаться что-то сделать. Ты же знаешь, они здесь умрут, если они ничего не предпримут. Доверься мне. Поехали. 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 Это лучшее, что у нас есть Она Да, а ты своих женщин знаешь Сирена Открой рот Сейчас я уведу нас отсюда Энжи, не делай глупостей Пожалуйста Нет Отпусти меня Пожалуйста Пожалуйста Пожалуйста, возьмите меня с собой Пожалуйста Да чёрт возьми, отпусти меня Нет Нет Ты уж прости В следующий раз Они будут вести себя лучше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Видишь, что бывает, Энжи? Ну ладно Мне очень жаль, что я до него не добралась С тобой всё будет в порядке, Энжи Сирена Что тебе нужно? Ничего Это может подождать Да что с тобой Что? Ты пришла по поводу опять этих чёрных девок? Что ты так волнуешься за них? Слишком часто ты о них говоришь Ты забыла, зачем ты здесь? Нет Ты не забывай Ты здесь, потому что ты мне нужна Чтобы мне было удобнее Уютнее И я могу сделать всё, что захочу Так что Прекрати влезать в мои дела Не забывай Ты принадлежишь мне И никогда не забывай Откуда ты взялась Иначе Тогда может ты меня просто отпустишь Тебя Отпустить После того, как ты пожила со мной Ты всё ещё надеешься, что я изменюсь Что каким-то образом мы с тобой сможем быть вместе Келли Келли Я решила Что? Пиво О, Энджи Что? Когда я выйду отсюда Я выпью бочку пива И буду валяться в пиве Буду пьяная Буду орать Вопеть Молочина Да, молочина Пиво хочу Нужно убраться отсюда А я знаю, что я буду делать Когда я выберусь отсюда Что, будешь танцевать, что ли? Нет Найду себе хорошего мужика Потаскуха Я пойду с ними, Сирена Наверное, нечестно было втравливать тебя во всё это Но ты выбралась из бараков, с полей Думаешь, всё дело только в этом, да? Ты прекрасно знаешь, через что я прошла Думаешь, если бы был шанс Я бы не решилась выбраться из этого дерьма Ну так помоги нам Если есть способ Только ты сможешь его отыскать Марси Не то, чтобы я не хочу вам помочь Просто Без меня У вас будет больше шансов Выбраться отсюда Если он кого-то не находит Он считает, что они погибли в джунглях Но я Меня не перестанут искать Марси Ну ты подумай об этом Марси, я сколько лет об этом думаю уже Ты и ты За мной Пошли Пошли От вас куча неприятностей Похоже, вы никогда не примиритесь со своей участью Был бы ты на нашем месте, ты бы понял, почему Ты, наверное, Келли Пиратка Келли Видишь Я все знаю Абсолютно все Кроме меня Я, может, и сдохну здесь, Монтеро Но перед этим Я пущу пулю тебе Между глаз Разумеется, ты ненавидишь меня За то, что твоя сестра умерла Но ты должна понимать Но ты должна понимать, что она не оставила мне выбора Она заставила меня сделать это Да пошел ты Я так понимаю, что тебя отправила сюда в Министерство Юстиции, чтобы узнать, что случилось с их контактом Но, как тебе известно Они лишились своего контакта Его Отсоединили По крайней мере Ее голову отсоединили от тела Я убью тебя Я в этом не сомневаюсь, если я тебе позволю Но я же тебе не позволю Может, мне руки оторвать Но я все равно придумаю, как убить тебя Слушай Меня очень внимательно Мне надоело, что все это происходит Я против тебя ничего не имею Так что забудь о своем друге в Министерстве Юстиции, потому что он мертв Забудь о своей сестре Потому что она тоже мертва И если ты не забудешь о побеге Ты тоже умрешь Увести Ни еды, ни воды два дня О, Кэллип Кэллип За водой, за водой, быстро. Смотри, чтобы ни одна не сбежала. За водой, Марси, бежим, бежим. КОНЕЦ 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 Ты знаешь, единственное, что мне нравилось у герлскаутов, это бои скауты. Никогда не знаешь, когда научишься чему-то полезному. Да, я научилась кое-чему полезному. Не влезай в джунгли. Да, но мы-то сейчас в джунглях. Погаси огонь. Ты что, хочешь, чтобы все узнали по дыму, где мы находимся? Каждый раз, как я делаю шаг, мне кажется, за мной кто-то следит. Это джунгли. У них есть глаза. И куда бы ты ни посмотрела, отовсюду на тебя смотрят эти глаза. Птицы, животные. У вас кошки никогда не было? Вот сидишь дома, занимаешься чем-нибудь, книжку читаешь. И кошка заходит в комнату и садится там в дверном проеме и смотрит на тебя. Ты просто знаешь это. Чувствуешь? Нет. Никакая кошка меня обратно на эту плантацию не утащит, ясно? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нет. Все. Отныне. Если я захочу куда-нибудь пойти, я поеду на машине. Да, ну что, мамочка, сейчас нам можно разжечь костер? Нам костер не нужен. Нам нужно только поспать или поесть. А как думаете, вы сможете убить животное какое-нибудь? Да ладно. Хватит уже. Черт. Я открывашку не взяла. Ну, это отлично, Сирена. Отлично у нас пикник тут. У нас есть москиты, у нас есть муравьи, а открывашки нет. Слушай, хочешь вернуться? Сирена, дай посмотрю, что там с банкой. Сирена. Это еще одна пытка Монтеро? Он отправил тебя сюда, чтобы ты заморила нас голодом. Может быть, ты перестанешь с ней ругаться, а? Кушать подано. Я не помню, чтобы ты заморила нас голодом. Эй. Сирена. 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 Не двигайся. Ну, конечно. Как все эти змеюки, которых я встречала в жизни. Не могут оставить мои сиськи в покое. Будет больно. Не больнее, чем сейчас. Давай. Ну, с другой стороны, Марси, могло быть и хуже. Змея могла заползти тебе в штаны. Ой, я тебя прошу, не смеши меня сейчас. Ты отдохни, и будешь как новенькая. Келли, сюда. Музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, клянусь, кто-то за нами сейчас следит. Да, я тоже чувствую, и это не совы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ребята, у нас там еще девушки остались. Нужно их забрать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА пошли мы дошли ну ладно ребят рассказывайте какие новости это сирена там сзади они теперь будут нашими друзьями а Локо. Локо. Дела генте, каума. Си. Ну, с предварительными ласками и покончено, могу я попросить вас сложить оружие? Сирена? И турку, разумеется, заслужили мою благодарность. Ты отвратительная сука. Ты подставила нас. Бросай оружие, Монтеро. Быстро, бросай. Ну, давайте, стреляйте. Ну что, слабого стрелять? Бросьте оружие. Марси, хватай сирену. Пошли. За мной. Не там, ла генте. Стан персегиенду-лис. Пошли. Ну, давай, сирена. Пристрели меня. Ааааа! КОНЕЦ Уралья! Фунду! Уралья! КОНЕЦ 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 Быстрее, Марси! Быстрее! Сирена! Сирена, это глупо! Иди сюда! Сирена, последний раз! А ну, иди сюда! Уходи, Марси. Я тебя здесь не оставлю, Сирена. Ну, давай! Давай! Магазин! Возвращаемся на корабль! Келли! Келли! Терко! Смотри! На берег! Идем на берег! Идите на берег! Идите на берег! Капел! КОНЕЦ 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 За мной! КОНЕЦ 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 Азад, ребята! Это Турко! Ну и как там выпутаться? Я убью Монтеро. Энджи! Локо, готовь ребят! Марси, готовь пушку! Давай, капитан, заряжай пушку! Давайте быстрее! Стрелять по готовности! Ближе к ним! Ближе! Локо, скажи капитану, чтоб правил к берегу! Капитан, к берегу! Ближе к берегу! Ближе к берегу! Попробуем! Ближе к берегу! КОНЕЦ КОНЕЦ Наконец-то мы свободны. Мы никогда не вернемся домой. Но мы уже дома. КОНЕЦ КОНЕЦ